Вот так выглядит сейчас оборудование, с которого начиналось вещание кабельного телевидения в городе Ангарске. Дата первого эфира – 5 ноября 1989 года. На этом усилителе в 1993 году начала трансляции и телекомпания «Актиз». Это усилитель для одного канала. «Актиз» тогда вещал вторым частотным каналом. И вот таких вот усилителей на весь 15 микрорайон стояло два. То есть достаточно мощный. И специально заказывали в Иркутском телецентре, чтобы под нас они делались. В 19 микрорайоне на крыше дома 10А была установлена мачта, а также передатчик. Это позволило «Актиз» утранслировать на весь город не менее 16 каналов. Программы для эфира готовил первый коллектив телекомпании. Как и сейчас, это журналисты, видеооператоры и видеоинженеры. Среди них был Игорь Кузьменко. Он посвятил телекомпании «Актиз» многие годы работы. В канун 20-летия он впервые за несколько лет пришел в монтажную. Теперь она выглядит совсем иначе. Работали мы на СуперВХС. У нас была монтажная стойка линейного монтажа. Это была особая работа. Монтажер, он должен быть всегда сосредоточен. Там высчитывали до секунды. И голос, когда накладывали, отмашку давали. Поехали. Сейчас та же самая озвучка делается на цифровом оборудовании. Хотя принцип остался прежним. Поехали. Чик-чик, на кнопочки, на педальки понажимал. И все получилось. Все огрехи убрал. А если мы промахивались, это все в заново сюжет переписывался. В эфир «Актис» выходил примерно с таких видеомагнитофонов. Сейчас этими раритетами мало кто пользуется. Даже этот, который хранится на даче, уже не работает. Нет в фондах телекомпаний и старых видеокамер. Но они живы в памяти видеооператоров, говорит бывший сотрудник компании Александр Медведев. Начинали с камер бытовых формата ВИЧС в народе ВХС. Вот. Причем на своем штативе, фотоштативе. Качество было то еще. Но все было нормально и весело. В эфире новости телеканала «Актис». В студии Елена Токлина. Здравствуйте. И сегодня в программе. Сегодня техника, в том числе и на телевидении, далеко шагнула вперед. Но те большие и тяжелые камеры вспоминаются с ностальгической ноткой. Все вывезли поначалу именно эти камеры, потому что раньше же все было стационарное. Большие камеры в павильоне, огромные камеры на ПТС. Очень неповоротливые, немобильные комплексы. А эти камеры позволили работать современно, мобильно, по-новому. Вот. Это вообще был поворот, собственно говоря, в телевидении в тот момент. И в самом телевидении, и в технической сфере. За 20 лет работы в телекомпании несколько раз сменилось оборудование. Произошел и принципиальный переход от аналоговой техники к цифровой. И хотя новые камеры удобнее, старые были надежными, давали свою неповторимую картинку. Именно они заложили основу и стиль канала. А кроме того, содержание программ формирует не техника, а люди. К счастью, в своем отношении к телевидению коллеги не изменились. Марина Тенгова, Дмитрий Новопашин. Местное время.